Беларусь-1 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 выполнить поставленные ей перед Центром избирательного задачи и обеспечить организацию избирательного процесса на самом высоком, самом достойном уровне. На минулым тыдне на Международной универсальной выставе «Экспо-2015» у Милани прошли Дни Гомельской области. У складе делегации нашего региона на чале со старшиной Аблы Канкамо Владимиром Дворником находились керавники райвы Канкамо и буйных предприемств в области. А так само представники бизнес-колы, которые провели официальные перемоги с итальянскими партнерами. Выником визита Гомельской делегации в Италию стало подписание широких погоднений об супрацовнестве. Конкретные домовленности были досягнуты по Миш-Рогачевским молочно-консервовым комбинатам итальянской компании «Мир Италия». Патрух на керунках об развитии супрацовнества с итальянскими партнерами домовились на Гомельском тлушевом комбинате на Гомель-агрокомплекте. Сродной большзначных выникал так само подписание погоднений об реализации инвестиционного проекта по Миш-Администрации свободной экономичной зоны Гомель-Ратон, Гомельским отделением Белорусской гандлево-промысловой палаты и итальянской компанией «Фо Консалтинг». Для того, как замоцовать белорусско-итальянские стасунки, плануется организовать в четвертом квартале бягучего года визиту-отказ на территории Гомеля. Протягивается активная праца аграре на палетках в области. По оперативных даденных на сёняшнюю ранницу в господарках Гомельщины убрали амаль-пятый участок зерневых и зернебобовых культур. На Молодсбожжа зараз складая коля 140 тысяч тонн. У середнему день аграры убирают коля 5% палетков. Управнание с минулым тыднем крыху выросла средней уроджайность 21 года до 23 центнеров с гектара. У лидерах пана Молоду зерни по ранейшему аграры Рогачевского и Речицкого районов. Самая высокая уроджайность у Добружским – 32 центнеры. По темпах уборки первая зновжа у Рогачевским и Речицким, а так само Хойницким районах. Тут убрана боль за чверть палетков. У Гомельским державным университетом имя Франциска Скарыны сегодня подведены выники уступной кампании на бюджетную форму навучания. Студентами Галуной ВНУ Региона стали амаль 600 абитуриентов, а самой запотребованной специальностью оказалось правознавство. Конкурс на ЕС клав 18 человек на место. Иншая подробязность – у репортажа наших корреспондентов. У лекцийной аудитории напруженная тишиня. Отказный сакратар приемной комиссии оповещая выники залечения на бюджетные места дзённой формы навучания. Называется «Колькость местов, принятых абитуриентов» и «Проходный бал». Одразу после этого в очи одных светятся радостью, у инших читается расчарование. Агульная картина довольно оптимистичная. Невеликий недобор отрымауся только по специальности «Лясная господарка». На три бюджетные места обвещанный додатковый набор. В целом мы удовлетворены результатами этой кампании. Все бюджетные места заполнены. Причём, если судить по проходным балам, эти проходные балы, как правило, по всем специально выросли в сравнении с прошлым годом. В целом, как уже отмечалось в прессе, результаты тестирования в республике стали более высокими. Самый великий в этом году конкурс на правознауство. На одно навучальное место претендовали 18 человек. Проходный балл 339. Вучиться на юристов за кошт бюджету будут только двое студентов. Высокий рейтинг и у экономических специальностей. Колкость бюджетных мест на их так само обмежеванная. Зрешто и гуманитариям пришлось нелёгко. Зараз уже студентка Вольга Шаповалова будет выучать замежные мовы. По выниках тестирования она набрала 260 баллов. Отрималась и навод крыху больше, чем спотребилась для залечения. В принципе-то ничего сложного. Конечно, надо было изучить историю Беларуси, поэтому было сложновато. А так, в принципе, всё хорошо. Тестирование пришло легко для меня. Ну, только что поступление ждало. Результатов очень сильно. Сироты, кто с надеей читая списы залеченных, батьки абитуриентов. Мать и Волье – не выключение. Самое тяжёлое – это, наверное, ждать результатов. И когда мы услышали проходной бал и поняли, что у нас ещё был запас, конечно, это неописуемая радость и восторг. Мы счастливы. Руслан Пролясковский, Олеся Рудзянкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». На Новобелецком пляже «Гомель» отбылось, что годовое свято – День Нептуна. Для жихаров и гостей областного центра было подрихтовано шмат цикавых сюрпризов. Гульнявые и спортивные пляцовки, аттракционы, фотозоны, показ пляжной моды, катанья на банане, музычная водная феерия и многое іншее. Наши корреспонденты побывали у самым сердце этого массового и видовищного тетрализованного свято. День Нептуна – яркое тетрализованное представление, якое традиционное ладится в середине лета. Кожный год сценарий свято мая певные отразнения и дополнения. Однако традиции его проведения остаются неизменными в насыщенной культурно-забавляльной программе и позитивным веселым настроем его удельников. В областном центре аматоров свято воды, что год сбирая администрация Новобелецкого района Гомеля. По традиции для гостей ладится шмат цікавых сюрпризов. Гульнявые и спортивные пляцовки, аттракционы, фотозоны, импровизованный конкурс МИС, пляж и многое іншее. Кульминацией свято стало эффектное заявление зводных просторов Ракисош, Цараморов и заступника подводной стихии Нептуна и его свиты. Приветствую вам! Здравствуйте, дорогие друзья! Богня Птун, его жонка Фицида, русалки, водяники и черти, головные дейючие особи свята. В основе театрализованного представления закладена старая морская традиция, сгодно с которой при пересочении судном экватора капитан повинен спитать вовладара моров, дозволу на плавание в его водных уладаниях. У сучасный контекст святкования организаторы укладывают и иншие идеи. Мы хотим рассказать детям о том, что вода может нести в себе как добро, так и может причинить зло. Сотрудники МЧС на нашем мероприятии расскажут, как с помощью воды они спасают людей, а сотрудники освода расскажут детям о том, что вода может нести с собой еще и опасность. Подчас свята старожит на Рымске и старожит на Гречасске боги мора у Нептун и Посейдон вызначали, кто из них больше мощный и могутный. Дякую, чу-ширагу цекавых конкурсов, у яких приняли удел гости мероприемства, перемогла дружба. Я морской бог Нептун поздравляю всех жителей города Гомеля с этим прекрасным праздником. Обещаю, что буду защищать вас на водных просторах, помогать вам в рыбалке, в путешествиях по морях. По правилах старой морской традиции, першим дать дозвол на пересечение экватора своих водных уладаний, у Нептун повинен охрестить мороков морской водой. Менавито тому свято было б не полным без водной фееры. Музычная водная феера продолжилась усягу некольких хвилин, однако уражение от яея, як и у целом от самого свято. У гостей, здаяце, хопить до наступного дня Нептуна. Нам очень понравилось. Было классно. Было классно. Шланг это же. Да, мы все промокли. Было холодно. Мы все промокли и было очень классно. Много различных конкурсов было. Да, вот это доблевание вообще круто. Мне очень все понравилось. Нептун, конкурсы. Было очень классно. Очень интересно. Особенно, когда много эмоций, когда многие люди бежали на фонтан. Праздник, я думаю, что удался. И погода вроде бы не подкачала. Как бы нормально так все. Вероника Ворошилина, Максим Савин, Валера Игапанько. Телерадио компания «Гомель». У Гомельской областной универсальной библиотеки «Мя Ленин» отбылось открытие фотодокументальной выставы «Капитуляция Германии» май 1945 года, присвеченной 70-й годю Великой Перамоги. Экспозиция подрихтована суместным Белорусским державным музеем истории Великой Ичинной войны и Германо-российским музеем «Берлин Карлсхорсте». Яна расповедая, пробадая самую важную падею минулого 100 годзе – подписание акта об безумовной капитуляции Германии. Документальные фотоматериалы адлюстроивают историчный момент в подписании капитуляции у Реймси и Карлсхорсте, а так само атмосферу радости, что пановало у городах, які были вызволены от фашистского прыгнёту. Выстава так само дополнена материалами Белдерж музея истории Великой Ичинной войны, які иллюструють обстановку у Германии одразу пасля завершення баёв. Советские солдаты у Берлини расписываются на Рейхстагу, а так само сучасные фотосдымки гисторичных надписов, які заховалися там до наших дён. У Гомеле завершился летний кубок по мини-футболе сирода матерских команд. На протягу месяца 8 дружин змагалися за перемогу у турниры. С поборництвы проходили пады гиды областного отделения Белорусской ассоциации мини-футбола. Среди дельників летнього кубка были як вопытные команды аматорів, які шмат годів выступають у чемпіонаті кубку Гомеля, так і новички. Для команды Патриот з поборництвы стали дебютными. По выніках турніру яна заняла шосте місце. Однак неудалым такий дебют назвать Нельха. Это наш первый турнір в составі этой команды. Достаточно на среднем уровні как бы идем. Хотели как бы лучше показать результат, но, может быть, не хватило физической подготовки чуть-чуть. Ребята еще новые, как бы некоторые вообще как бы не играли, притираются команде, но, в принципе, результатом довольны. Сытно поесться, смачно перекусить і приємно провести час. У Гомеля открылся ресторан худкого обслуговання «Бургер Майстер». І он разместився по адресі Привокзальна площа 1. Наведвальникам тут пропанують широкий пиралік разнастайних сэндвичів, салатов, закусок киприсмаків, а так само гарачих і холодних напоів під обязанності у наших корреспондентів. Это уже четвертый в Беларусі і первый в Гомеле ресторан быстрого обслуживання «Бургер Майстер». Здесь в уютной атмосфере можно приятно отдохнуть і сытно перекусить. Меню ресторана способно удовлетворить запроси даже самого требовательного клиента. У нас є сендвичи з курицей, з рыбою, з говядиною. Огромное количество десертов от кексов до мороженого вкуснейшего. Холодные напитки, горячие, прохладительные напитки. В наличии также салаты, закуски, гарниры і киндер-милы з сюрпризом для детей. Отличительна особнясть ресторанов «Бургер Майстер» в качественном і быстрому обслуживанні своїх клиентів. В приготовлении блюд здесь использують исключительно натуральні продукти. К примеру, мясо, а це стопроцентна говядина, готовиться на открытом огне в сверхсовременній барбекю-машіне. Оно получается не жирным, а значит, более полезным. Здесь также действует современная система обслуживания без предварительных заготовок, где каждый заказ выполняется персоналом непосредственно по мере его поступления. Так, сделав свой выбор, клиент получает талончик с номером и присаживается на удобное место в зале, откуда может визуально отслеживать статус своего заказа на специальном электронном табло. В среднем выполнение заказа занимает не более двух-трех минут. Уютный интерьер заведения, приветливый обслуживающий персонал и вкусная еда оставят у вас только приятные впечатления. Спешите посетить ресторан быстрого обслуживания «Бургер Мастер». Он разместился по адресу при вокзальной площадь 1 и работает с 8 до 23 часов. Вероника Ворошилина, Игорь Марищенко, телерадио, компания «Гомель». И на этом наш выпуск завершенный. Добрых вам новинов и до новых состречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова